Каждый вторник и четверг с 8 утра и до 12 дня в отделении переливания крови Одинцовской ЦРБ принимают доноров. Заготовка эритроцитов и плазмы – процесс постоянный. Кровь жизненно необходима пациентам с тяжелыми заболеваниями или тем, кто попал в аварию и потерял много крови. Здесь уже дорога каждая капля. Компоненты крови нужны 24 часа в сутки. По крайней мере, если даже какой-то день мы не выдаем, мы в готовности выдать в лечебное учреждение нашего района. Наше отделение обеспечивает Одинцовскую Центральную районную больницу, районную больницу номер 2 и номер 3 – это Перхушевская Никольская больницы. В этот раз заготовка крови шла для областной станции. Среди доноров нет новичков – это сознательные граждане, которые регулярно сдают кровь и тщательно готовятся к этому дню. Я не задумываясь принимаю участие в этой акции, потому что я считаю, что донорство – это очень благородное. И донорство – это та благотворительная деятельность, которая посильна абсолютно каждому человеку. 450 мл крови после забора сначала делятся на компоненты. Проходит период карантина. Затем донор должен еще раз сдать анализы на отсутствие заболеваний и патологий. И уже после этого кровь будет отправлена тем, кто в ней нуждается. Кровь в предпраздничные дни, она особенно актуальна. Того, что впереди у нас новогодние праздники, длительные праздники и жизнь не останавливается в празднике. Поэтому потребность будет, возможно, даже и возрастать по некоторым причинам. Поэтому сегодняшняя акция направлена на задачу пополнения банка крови нашего Подмосковья. Приближаются новогодние каникулы. В этот период заготовка крови и компонентов не осуществляется, зато повышается спрос на нее со стороны лечебных учреждений. У доноров еще есть несколько недель, чтобы прийти в отделение. Забор крови проходит по вторникам и четвергам. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.